Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Hello, shalom, bonjour. Из Германии продолжаем. Эфиры из Германии, из города Эрландин. Эрландин. Все, значит, уже скоро с Божьей помощью в Израиль. И продолжим из Иерусалима. Ну, скоро на следующей неделе планируем. Хорошо. Но мы продолжаем. Это интересная была позиция. Вот, что важнее, земля Израиля или Тора? Да, это очень такой вопрос был. Потому что, когда пришли на Израиль, когда Бог вывел народ Израиля из Египта, то вывел он из Египта, получая Тору. И вот, значит, после выхода из Египта, 49 дней. Мы сейчас как раз находимся в этом периоде. Называется Сферата Омер. Мы считаем каждый день. 49 дней от Песаха, исхода из Египта, до Шавуота. Значит, идет ежедневное поднятие, поднятие, поднятие. И потом идет получение Торы. Интересно, что Тора была получена в... где? В пустыне. В пустыне. И когда говорят мудрецы Торы, да, как получить Тору, как получить знание вот такое, да, вот, чтобы прямо в чистом виде, да, говорят, что Тору может постичь, ну, максимально сколько человек может постичь, только тот, кто умертвляет себя над ней. Что это значит? Тот, кто отказывается от материальных, таких вот всех вожделений, желаний и так далее, и полностью погружается в изучение Торы, только тот может постигнуть Тору очень высоко. Поэтому все великие мудрецы в народе Израиля, они даже... Есть такое понятие «шмират и инаем». Они даже не видят ничего, кроме вот листа там, которые изучают. То есть они не смотрят по сторонам, чтобы у них мозг был абсолютно чистый для восприятия вот этих вот идей, которые Всевышний передал через пророков. И вот когда ты эти идеи, только ты их и думаешь, у тебя в голове... Представьте себе, у тебя в голове нет ничего, кроме вот этой божественного знания, да? Это совсем они находятся в другой реальности. То есть совершенно в другой реальности. И поэтому, когда к ним приходят за благословением, то вот такой цадик там, Рафхам Каневский, да? Ему рассказывают что-то, он говорит вот так и так. И значит, оно как он скажет, так и будет. Потому что каждое его слово – это изменение реальности. Цадик, праведник постановил, Бог сделал. Почему? Потому что цадик, праведник, он все свое внимание, силу, время и жизнь, он отдает тому, чтобы выполнить волю Бога. Так, понятное дело, что когда у него есть какое-то изменение его желания, рацион, то Всевышний выполняет его желания. Он же с Богом как в резонансе, он соединился. Но у него своих желаний нет. Поэтому вот иногда спрашивают, а почему он цадик такой, а он там бедный, например, да? Сидит он целую... Ну вот есть великие мудрецы в народе Израиля. У них вообще ничего нет. Вот просто ничего. Никакого имущества. И, значит, но при этом каждое его слово люди слышат, слушают и делают. Почему так происходит? Потому что... И некоторые глупые люди задают вопрос. А если бы он был такой, такой влиятельный, да, в плане связи со Всевышним, чего он себе там Мерседес не купит? Но это вопрос, это как, знаете, как военные с гражданским выпивают, и военные гражданскому говорят. Вот если вы гражданские такие умные, чего же вы с троем не ходите, да? Ну, то есть, понятное дело, что человек, который задает такие вопросы, он задает совершенно с другой позиции, да? То есть, ему нужен Мерседес. Так он думает, что и цадику нужен Мерседес, праведнику. А праведнику нужно только близость со Всевышним и делать добрые дела. Поэтому, когда он кого-то благословляет, оно сбывается. Но себя он благословлять не будет, потому что он считает, что все, что ему Бог дает, ему достаточно и даже больше, чем вообще ему нужно. И поэтому он всегда счастливый, у него нет никаких сложностей в жизни, никаких проблем, потому что он, ну, как, все отлично, слава Богу. Бог вообще со мной. Значит, как царь Давид говорил, вот у меня одна из любимых фраз, история. Даже если буду идти, говорил царь Давид, долиной смерти, не случится со мной зла, потому что ты со мной. То есть, он идет долиной смерти, как, знаете, как компьютерная игра такая. Там убили, здесь убили, там стрела, здесь стрела, тут галят, галят такой, галят двухметровый на него с дубиной. А он идет себе такой в кайфе, потому что он с Богом. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать, как добиться такого состояния в нашей сложной реальности, в которой нас называются те, кто воспитывался в советское время, да, вообще. Вообще, вот евреи, которые воспитывались в нерелигиозной среде, называются Маугли. Маугли, украденные дети. То есть, как Маугли волки воспитывали, так же, например, ребенок, который родился в коммунистической среде, его воспитали коммунистом. Он Маугли коммунист. Тот, кто родился в капиталистической среде, он Маугли капиталист. Тот, кто родился в семье хиппи, он маугли хиппи, да, то есть мы все маугли, потому что оторваны от вот этого вот чистого духовного знания, теперь, значит, нам приходится через этого болота вылазить, да, вырываться, но вы знаете интересную вещь, что я читал, что ребенок, который до 9 лет не мог разговаривать, да, воспитывался среди там волков, может быть, или среди немых, не знаю, то у него центр речи атрофируется вообще, можете себе представить, то есть многие вещи, которые, если бы начать с детства изучать Тору, они были бы достижимы, сейчас уже для нас недостижимы, к сожалению. Хорошо, 16 отрывок, 16 отрывок, 16 часть в книге Зелик Плистин «Береди свою речь», если вас просят дать сведения по существу вопроса, дайте правдивый ответ, ага, то есть мы знаем, что нельзя говорить никакие вещи, позорящие другого человека, унижающие его, даже если это правда, но когда о ком-то собирают сведения для дела, например, кто-то хочет жениться, кто-то хочет вступить в бизнес, партнерство, и он вас спрашивает, скажи, я могу этому человеку доверять, могу ли я ему верить, доверить свои деньги, доверить свою дочку или сам там довериться, да, то даже в тех случаях, когда есть необходимость слушать унижающую кого-то информацию для полезных целей, да, сейчас, секундочку, значит, в тех случаях, когда дозволено собирать сведения о ком-либо, человек, которому задают вопросы, вот вам задают вопросы про кого-то, обязан отвечать на них правдиво, даже если информация им сообщаемая может оказаться неприятной. Даже в тех случаях, когда есть необходимость слушать унижающую кого-либо информацию для полезных целей, тем не менее запрещено воспринимать эту информацию как полную правду. Слушатель только может быть достаточно осторожен, чтобы оградить себя от возможного вреда или потерь. И пример. Даниэла ищет хорошего дантиста. Она имеет полное право спросить у Ширы о достоинствах и недостатках доктора Когана, если объяснить цель своих расспросов. Шире разрешено ответить, что она была не слишком довольна работой доктора Когана, но она должна быть осторожна, чтобы дать точный ответ и не преувеличить недостатки врача. То есть, давайте разберемся. Если, например, кто-то к вам обращается по поводу качеств и достоинств какого-то специалиста, и вы думаете, вот если я скажу сейчас правду, что он мне все испортил, то я его унижу как бы и лишу его заработка. Не, я лучше скажу, что все нормально, типа нормально он сделал, да, неплохо, не очень плохо. Нет, неплохо скажу вот так. Теперь вы сказали неплохо, типа, и чувствуете себя праведником, я не сказал злоязычие, я не сказал сплетню, я не лишил человека работы. По вашему совету и рекомендации его наняли, и он испортил, и у них финансовый спор, все, вы потеряли друга и ответственность на вас, потому что, ну, то есть вы не предостерегли от настоящего ущерба. Но опять же речь идет о том, что вы точно знаете, точно вы знаете, что этот человек делает плохую работу. Я помню, бывали случаи, например, да, когда выясняли про невесту, ну вот, например, да, хотели жениться. Выясняли про невесту, а люди вокруг были очень большие ца дети, и они говорили, не-не-не, она нормальная, она все хорошая, там, все такое. И он женился, потом приходит к этому, ну, к Шатхану, который я рекомендовал, говорит, что ж ты мне сказал, что она, что она отличная, нормальная, здоровая, она ж хромая. А этот Шатхан, который сват, он говорит, послушай, я, говорит, во-первых, не хотел унижать девушку, ну, что сказать про девушку, что она хромая, но это ей бы обидно было бы, это раз. Второй говорит, так это ж классно, говорит, что она хромая, вот ты сам подумай-то, да? Вот если бы ты на ней женился, она не хромая, потом она сломала ногу, и тебе надо ее лечить, дипс, врачи, потом она там не работает, лежит в дипсе и так далее. И потом она хромая, и ты год еще сколько денег потерял, а так она уже хромая, говорит, уже вылечили ее, говорит, ты наоборот выиграл. Он ему так объяснил, посмотри на вещи позитивные, говорит, что ты расстраиваешься, хромая. Уже же зато она ходит, ну, хромает, но ходит же, а так бы она могла бы не ходить. Вот такой вот оказался, такой оказался этот самый сват, шатхан такой. Хорошо, значит, с этим понятно, то есть, если вас спрашивают реально о человеке рекомендацию, да, рекомендацию, и вы знаете, что это плохое, и вы этим плохим можете предостеречь реально человека, который вас спрашивает, вы обязаны ему рассказать. Вы не можете быть, это называется, быть праведником, больше, чем надо. В этом случае вы становитесь наоборот, вот эта грань, что вы подставляете, если вы не скажете правдивую информацию, вы подставляете человека. Хорошо, двенадцатое, мы опять продолжаем изучать, что же написано в этом домике, в Мизузе, да, вот, когда заходят в любой еврестий дом, синагогу или в дом, обязательно, если это еврестий дом, то нужно, чтобы у вас висели хотя бы на вашей комнате, хотя бы на вашей комнате, где вы живете, где вы спите, висела Мизуза, то есть нужно не домик, сам коробочка, а именно домик, а в нем внутри вот этот пергамент. И в этом пергаменте написаны два отрывка, два отрывка из молитвы Шма-Исраэль, и мы первую уже разобрали, а вторую мы сейчас разберем, да, вот просто там длинная. И это повелевающая заповедь, значит, написано во втором отрывке Шма-Исраэль молитвы. И будет, если вы будете слушать мои заповеди. Значит, это Бог сказал, да, еврейскому народу. Ашер Анухи Митсаве Эсхэм Айом, который я заповедую вам сегодня. Значит, это было на горе Синай, Бог дал всю Тору Машер Абейну, но именно вот эта фраза, которая в Торе написана, и которую надо два раза в день повторять, которая есть в Тфилине ручном, которая есть в Тфилине головном, и которая есть в Мизузе, да, вот это слово Айом сегодня, это показывает, что Бог эту фразу сказал, этот приказ дал на все времена, сегодня, и он говорит с каждым из нас сегодня. Вот та реальность, которая сегодня есть у каждого из нас, это с нами Бог разговаривает, то есть он с нами разговаривает, мы не слышим его голос, пророки слышали голос через там духовные миры, у них был такой, знаете, как есть сети, вот сейчас в телефоне есть, он работает 5G, сеть 5G, а у пророков была сеть там святость, да, называется, но у нас сегодня нету этой святости, нету этого прибора, который ловит духовный мир, и поэтому мы воспринимаем уже отражение, как маска, она или там человек одевает костюм, одежду, одежда выражает то, что у него внутри, одежда сама не ходит. Также весь этот мир, он, это отражение духовных миров, которыми управляет Всевышний, и этот мир, это проекция, поэтому то, что происходит с нами, с каждым из нас, это Бог с нами разговаривает, и он продолжает нам говорить, что и будет, если вы будете слушать заповеди, которые я даю вам сегодня, и какие заповеди? Ляова, это шем илок и хем, любить Бога Всесильного вашего, у ляв до, и служить Ему, значит, служить Ему, бехолевав хем, всем сердцем вашим, у бехолевав шехем, всей душой вашей, вот тут интересно, нюанс один, возможно, вы не обратили внимание, что в первом отрывке, который мы вчера изучали, он обращается к каждому, во авта и возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими, да? То есть идет в личном, ну, в индивидуальном идет, как сказать, в прямом лице, то есть первый отрывок в Шмай-Сраэль Бог разговаривает с каждым в прямом лице, а во втором отрывке он говорит и будет, если вы будете слушать заповеди мои во множественном числе, то есть весь еврейский народ, он является гарантами один за другого, поэтому если еврейский народ, он не выполняет глобально заповеди, да? То есть есть большая часть не выполняет заповеди, идет наказание на весь народ, если большая часть народа выполняет, идет благословение на весь народ, то есть идет, как бы, соединение, все являются гарантами друг за друга, и когда, например, дни религиозные говорят религиозным, а какая вам разница, мы будем шаббат нарушать, мы будем шаббат в Израиле ездить на пляж, а религиозный говорит, не, нельзя, вот посмотрите, мы же в одной лодке, не может быть такое, что плывет лодка в океане, и один сидит и делает дырку, второй ему говорит, ты что делаешь? Он говорит, так я же под собой делаю, я же под тобой не делаю, я под собой делаю, нет, ты в лодке делаешь, и вот это то, что мы каждый день, два раза в день говорим, и в Мизузе написано, и будет, если вы будете выполнять заповеди, и будете любить Бога, всесильного вашего, и служить Ему, беколи вовхем, всеми сердцами вашими, и всеми душами вашими, во множественном числе, в Инататим Матар, и дам я тогда дождь на землю вашу, бейто, вовремя, то есть тогда будет в Израиле дождь, в Израиле нет рек практически, они не питают землю, земля питается только от дождя, и дам я дожди в срок, Юрео Малкош, ранний и поздний, то есть тут еще важно, чтобы дождь шел вовремя, когда дождь идет не вовремя, он наоборот портит, в Асавтаде Ганеха, и тогда опять он переходит на личное число, и соберешь ты свой урожай, урожай твой, потому что кто-то собирает урожай, в Эти Рожка, и соберешь ты виноградный свой сок, в Ицхареха, и оливки твои, то есть у каждого есть в этом мире свое предназначение, что ты делаешь для мира, и один собирает то, другой собирает это, третий собирает это, то есть каждая, все профессии важны. То есть будет благословение и во всем, что вокруг тебя получается. Вот это главное благословение, и будешь ты кушать и насыщаться, потому что есть люди, которые кушают, очень много кушают, и не насыщаются, и они поправляются, им все время хочется, им всегда не хватает. А Бог дает благословение, это как отдельное благословение, и будешь кушать и насыщаться, то есть ты будешь кушать мало, но ты всегда будешь сытый, то есть это отдельное благословение. Бывает, что много, но тебе не хватает. Бывает, что мало, и ты счастливый. Это, кстати, вот одна из главных идей Торы, это уже в устной Торе мы учили, что кто ашир, кто богат, кто богатый человек, а саме ахбхалко, тот, кто рад своему уделу, тот, которому хватает, и он может быть счастливый. У него может быть мало, как у меня есть теща, я всегда привожу ее в пример, она очень мало получает там пенсия, мало зарабатывала, но у нее всегда был избыток, всегда подарки детям, внукам, всегда все есть. Почему? И у нее всегда избыток, она никогда не хочет деньги у нас брать, да, помощь не хочет брать, говорит, у меня всего хватает, я вам помогу. А есть люди, у которых все есть, и им не хватает, реально, их жалко, то есть это не то, что они обманывают, ты смотришь, говоришь, ну куда тебе еще-то, он не хватает, рыдает, плачет. То есть это благословение, когда будешь есть и насыщаться, проклятие, у тебя все будет, и тебе будет не хватать. Значит, Ишамрулахэм, дальше, то есть это сказанное благословение, если вы будете соблюдать заповеди Бога, будете его любить и будете служить ему, тогда будет у вас, и идет набор благословений. Теперь идет предостережение, это тоже нужно помнить. Ишамрулахэм, он говорит, но, говорит, остерегайтесь вы, пенефтелевавхэм, чтобы не повернулись сердца ваши в эсартэм, и вы не сошли с пути, ваваттэм элоим ахерим, и не начали служить другим силам, да, дословно элоим, это всесильные, а элоим это силы, да, то есть чтобы не начали вы служить другим силам, вэйштахависэм ахерим, и поклоняться им, то есть человек служит или Богу, он говорит, все от Бога, все от Всевышнего, Бог установил законы, я заповеди делаю, будет хорошо, нарушаю, будет плохо, но нет другой силы, кроме Бога. А вот теперь смотрите, смотрите, как это работает, да, если ты перестаешь верить в Бога, то ты тогда веришь, что вот я, например, верю, вот Дамир задал вопрос вовремя, сейчас решается, продолжают решаться два моих вопроса, и первое, и второе, но если я думаю, что они зависят от людей, то я тогда что, я поклоняюсь другим силам, если я думаю, что все зависит от Бога, то я поклоняюсь Богу, то есть вопросы пока решаются, оба вопроса, оказалось, что они только начали решаться, и оба двигаются, то есть двигаются они, там масса-масса разных факторов, каких-то людей, решений и так далее, но я понимаю, что ни от кого ничего не зависит, а только зависит от меня и моих взаимоотношений с Богом. Если Бог захочет, будет как Он захочет, исходя из того, что хорошо для меня, но иногда бывает, что я думаю, что чтобы вопрос решился так, это хорошо для меня, а по факту это нехорошо для меня, поэтому я у Бога прошу, чтобы глобально было все хорошо, я знаю, чего в жизни хочу глобально, я говорю Всевышний, то есть я хочу вот это, я стараюсь в меру моих сил делаю то, что я хочу делать, мне кажется, что было бы классно, если бы ты эти два вопроса решил так, как я хочу, вот как мне кажется, это будет классно для меня. Но если нету, то тоже, слава Богу, отлично, значит, там у тебя более длинная комбинация. Знаете, как в шашках, ты отдаешь, 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 потом бьешь четыре шашки. То же самое в жизни бывает, ты иногда для того, чтобы заработать, ты должен зерна вытянуть в землю. Смотрит человек, не понимающий в сельском хозяйстве, говорит, бред какой-то, что он мешок зерна высыпал в землю, он что, дурак что ли? В землю мешок зерна, надо было его съесть. А тот, кто понимает, он ему говорит, слушай, он не высыпал в землю, он посеял. Из каждого зерна вырастет пятьдесят зерен, а тот говорит, а может не вырастет, может не вырастет, а вдруг дождь, а вдруг ветер, а так у него мешок есть, лучше бы мешок съел и все. А тот говорит, нет, я мешок посею и буду молиться Богу, чтобы было все хорошо с дождем, вовремя дождь, вовремя ветер и все будет хорошо. А не будет хорошо, вот мы сейчас знаем почему. Значит, если вы сойдете с пути и начнете служить другим силам, и будете поклоняться им, вот этим другим силам, думаю, это как и дало поклонство или поклонение там людям, силам и так далее. Вэхара аф ашем бахэм, и разгневается гнев Бога на вас. Ва царет ашамаем, и закроет он небеса. Вэлой ематар, и не будет дождя. Вэ адама лоти тенет и вула, и земля не даст свой урожай. Ва ватэмера, и пропадете вы, маль арец, а то вас с той земли хорошей, которую Бог дает вам. То есть мы это видели несколько раз. Бог дал землю Израиля, подошли евреи первый раз, испугали зайти. 40 лет в пустыне. Зашли, 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 зашли. Пожили там на этой земле до первого изгнания, пожили, наверное, лет 800, там тысячу, да? 300, ну, около тысячи лет. 800, между 800 и 1000. Бах, изгнание на 70 лет. Не выполняете? Значит, написано же в Шмай-Стрейле, что вы два раза в день пустые слова говорите? Значит, прогневается Бог, и уйдете вы из земли. 70 лет побыли в вавилонском изгнании, вернулись обратно. Потом опять начали плохо себя вести, побыли 420 лет. Бог говорит, извините. В Шмай-Стрейле написано, что уйдете с этой земли. Уйдете, значит, уйдете быстро с земли хорошая, которую я даю вам. Ушли на 2000 лет. В 1900 году начали возвращаться. В 48 году государство Израиль. Сейчас 2020 год. 2021 год. Слава Богу, вернулись. Весамтемы с двора Эли. Дальше, вот мы сейчас закончим уже скоро. Весамтемы с двора Эли. И положите слова эти, али вавхэм. Положите их на сердца свои. То есть помните их. В аль навшэхэм. И на души свои. И повторяйте, значит, их. В экшартэм, отам льот алетхэм. И повяжите их знаком на руку свою. То есть одевайте тфелин. В аюли тотофот бэнэйныхэм. И одевайте их тфелин вот здесь. В эли матэм, отам эднэхэм. И научите этим словам своих сыновей. Лидабарбам. Чтобы они говорили этими словами. Бэшифтэхабы вайсэха. Когда сидишь ты дома у вэлэхтэха в адэрах. И когда идешь ты в дороге. Бэшахбэха. Когда ты ложишься. Увэкумэха. И когда ты встаешь. То есть вечером и утром. Уксавтам. Вот это главное. Почему это в Мезузе. И напиши на косяках бэйтеха дома твоего. Убэшарэха. И ворот твоих. Для чего? Лиман ирбу ямэйхэм. Чтобы продлились дни твои. Вэямэйбнэйхэм. И дни сыновей твоих. Аля адама на земле. Ашэр нишба. Ашэм лавасэхэм. Который поклялся Бог отцам твоим. Вашим латэт лаэм дать им. Киэмэй ашэмайм аляр. Земля Израиля. Поклялся Бог дать праотцам Аврааму. Искаку Якову. И значит эта земля вечно принадлежит еврейскому народу. Это записано в Торе. Это записано. Ну Тора это первая часть христианской Библии. Дальше есть дополнение. Как учитель христианского мира. Я считаю что это. Это в начале же его считали учителем. Потом его назвали как Богом. Это какая-то. Ну знаете как. В те годы люди были дети. И они может что-то не знали. Не понимали. Но. Значит он объяснял. Как это все работает. И. В общем христианская Библия состоит на три четверти из Торы. И потом одна четверть. Это разъяснение. Которое. Интерпретации. Того что написано в Торе. И получается что. Что. Весь мир знает. Что земля Израиля принадлежит еврейскому народу. И еврейский народ свидетель доказательства. Что все что написано в Торе. В книгах пророках. Это правда. И все это сбывалось. Сбывается. И будет сбываться. Все. И об этом нужно помнить. И главное что человек может сделать в жизни. Это. Узнать про Бога. Понять что Бог от него хочет. И выполнять заповеди Бога. И тогда будет все великолепно. В семье. В здоровье. В благополучии. На душе. Радость. Счастье. Все. Чего я всем нам желаю. Так как мы пытаемся понять. Что Бог от нас хочет. Значит уже у нас есть благословение. Значит кто хочет дальше изучать. Повторять. Делиться этими уроками. Есть ссылочка. Уроки Торы на сайте ВАИКРА. Там есть мои уроки. Еще около 100 преподавателей Торы. Ежедневно делятся своим. Итогами своего изучения. То есть. Сайт ВАИКРА. Платформа ВАИКРА. Это когда те кто изучают Тору. В какой-то момент начинают обучать. И каждый. Как все профессии важны. Так же каждый. Каждый абсолютно преподаватель. У него есть свой какой-то стиль. Нюанс. Тема которая его интересует. Все друзья. Так что учите Тору. Начинайте преподавать. И это очень важная вещь. И если вы сами не преподаете. Становитесь партнерами. Какого-то преподавателя. То есть. Можно распространять уроки. Можно. Есть кнопочка. Можно сказать. Я хочу вот этот урок. Чтобы больше людей увидели. То есть. Вы становитесь тогда партнером. В изучении Торы. В распространении Торы. Все. Всем удачи. Успехов. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok